Почему думаете, они тут сейчас? Конечно, наш официальный канал, и они будут снимать нашу гонку. Как бы официальный российский ютуб канал. Я прям сейчас, если сейчас смотрит моя мама, у нее прям слезы вышлют. На эту гонку собираются более 10 тысяч зрителей. Со всего мира, с 35 стран, сюда приезжают участники этой гонки. Про нее почему-то мало знают в России. Ребята, сегодня мы будем с вами разговаривать про гонку Ситу Скай. Мы покажем эту гонку изнутри, прокатимся по их трекам, посмотрим, какой уровень вообще должен быть, и как она устроена внутри. Что за треки? Конечно же, поговорим с создателями этой гонки. Пообщаемся, кто приезжает, и почему на их гонку приезжает такое количество профессиональных спортсменов. Как им так удалось раскрутить этот формат. Поговорим с ними о мировом эндуро. Позадаем интересные вопросы про мировых райдеров. Потому что кто, как не они, знают райдеры и прихоти, например, того же Марио Романа или Грэма Джарвиса. Привет! Меня зовут Эрхан. Меня зовут Ситу Скай организаций. Сейчас вы на YouTube каналы. Поговорим. В обычной жизни ты можешь быть кем угодно. Разносить пиццу, ездить с водителем, водить поезда, быть хорошим отцом, плохим начальником, образцовым мужем. Но один раз в году ты должен, нет, ты обязан быть там, куда просят тебя. Прийти твоя душа. Легендарные события в мире эндуро, которые случаются только один раз в году. Более 300 участников со всей России. Более 5000 зрителей. Лучшие гонщики России. Лучшие люди эндуро. Гонка мирового масштаба. На которой ты должен быть. Давайте все вместе под аплодисменты позовем нашего друга Ирхана. Забегает Ирхан. Друзья, представляю вам этого человека, Ирхан, один из организаторов, трек-менеджеров или организаторов. Международные отношения, можно сказать. А, международные отношения. То есть тот самый человек, Байер, агент, который приглашает всех мировых звезд. Правда? Лично знаешь Марио Романа, Грэма Джарвиса, Болта. Все топрайдеры, которые в мире, все знают. Давай быстро. Вот прямо сейчас на одну секунду мне скажи. Кто из них капризный всех? Того самый сложный район. Тяжелые вопросы. Я не могу сказать, именно этот человек капризный. Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Но подожди, подожди, подожди. Но вот есть такой человек, который говорит, например, не знаю, там, Джонни Уокер. Говорят, что как только у него появилась женщина, девушка, он вообще даже по показателям спустился. Две секунды. Украду. Да. Я могу сказать, да. Он, значит, любит ее больше, чем Мотик. Да? Признали. Как зовут его девушка? Мотик любишь? Ой, не знаю. Что-то ты какой-то не очень по международным отношениям. Девушка, я не знаю. Слушай, а правда, что у тебя есть директор? Директор? Да, директор. Ну, вообще, вот у тебя же есть руководитель? Нет. Как нет? А он кто? Он мой партнер. Но он директор по гонке. Вот, значит, он директор. Да, главное можно сказать. Тогда представь своего директора. Семьи Хёздемерс. Аплодисменты! Ребята, вот тот самый человек, самый главный. Самый главный здесь, который отвечает абсолютно за все. То есть, как получилось так, что тебя обошли на повороте? Что ты не директор? Меня? Ребята, мы будем сегодня мучить вас с вопросами, потому что очень хочется, чтобы на вашу гонку мирового уровня приезжало больше народу. И, наверное... Из России. Из России, да. Прежде всего, для нас. Да. Значит, я буду задавать много вопросов о гонке, про деньги буду спрашивать. Буду интересоваться, как у вас получилась вот ваша история успеха. Какие, ну, там, всякие интересные вопросы про организацию. Ну, а Павлуха... А я со стороны гонщика задам вопросы, как подготовиться к гонке, как выжить в гонке, что делать, если сломался мотоцикл, какую резину подобрать и так далее. Мало того, мы прокатимся, с вашего, конечно, разрешения, по трекам вашей гонки. Мы хотим посмотреть все участки. Мы хотим на себе ощутить, что чувствует голд-класс. Еду и думаю за ними, а точно мне надо ехать. Позавтра он, конечно, увеличивается. Насколько она вообще доступна для человека... Ну, такого вот. Я вообще считаю себя творожком. Да... Что? Первый вопрос. Когда проходит гонка? И где она проходит? С 13 октября до 16. Это в этом году? В этом году будет. В октябре. А так она всегда была в сентябре? В сентябре. Мы в этом году поменяли то, что не было с другими гонками. А, под расписанием УЭС? Да, УЭС. Слушай, а почему гонка не в формате УЭС теперь? Как так получилось? Это было в 17-м году, когда мы разошли с Рэдбулом. Рэдбул, как бы, главный спонсор – это ВС-серия. То есть Рэдбул Медиаус, можно сказать. И после них мы уже начали самому спонсировать. То есть мы сами спонсируем эту гонку. А у нас не прибыл, как правильно сказать. Как же ничего не зарабатывать? Если честно, да. Ничего не зарабатываем, даже в свой карман. То есть получается так, что не только в России ничего на этом не зарабатывают, но и в мире тоже. Да. Ведь спонсоры тяжелые. Ну, мы этот спорт очень сильно любим. Это наша жизнь. Мы их уже 12-й год. В этом году будет 12-й раз. Мы с первого начала думали, может, не сделать уже больше. Да. Уставили, да? После Рэдбулы. Ну, тем более еще свое время тратишь, энергию и деньги. Думали, зачем это нам нужно. Ну, одно время думали, может, все, уже бросим. Ну, потом решили сделать. Блин, люди уже любят эту гонку. Да. Это уже The Most Enjoyable Hard Enduro. Да. Самый веселый эндуро в гонках в мире, считается. Как это можно бросить? Можно бросить. Слушай, а вот спонсорская поддержка этой гонки, она вообще... Как происходит, расскажи. Вот, например, почему вы не привлекаете в качестве спонсоров ребят из России? Вот, например, к вам же приезжает вообще весь мир. То есть, если бы наши ребята у Кото владеют там какими-нибудь магазинами там или китайскими мотоциклами. Вообще, это вообще возможно? Например, мы можем сейчас сказать вот туда, прям в камеру. Ребята, например, завод китайских мотоциклов. Приезжайте к Ирхану, занесите свои мотоциклы или евро, и, значит, вы будете стоять в топовых местах и будете официальным спонсором гонки Ситуска. Это возможно? Можно. Наши 10% не забыть. Давай, переведи. Без Амката это невозможно уже. Без Амката в России. Без Амката. Невозможно. Давай немножечко про Семих. Расскажи про него. Семих тут самый старший человек, можно сказать. Не по возрасту, а по статусу. Потому что он был в 2006 году. Мы это клуб сделали. То есть, Камерин Дуру. Он ездит сам? Он ездит. Он хорошо ездит, давно ездит. Один из самых старших райдеров, можно сказать. Какой у него мотоцикл? У него? Хангел Мотором Маршан Сенин. Склана. Склана, Склана, да. 250. 250. Короче, эта идея пришел. Он придумал гонку в Семих. Ну, у нас другие друзья тоже есть, которые вместе организуем. Назови их, чтобы зрители знали. Ну, уже не с нами работает. Мы все, я не могу сказать, это он или он. То есть, это общая идея был. Да, понял. Это общая идея. Это клуб уже. Это не компания. То есть, это клуб. Поэтому... Я правильно понимаю, что вы катались по этим трекам от моря до неба? До вершины поднимались долгое время. А потом вот этой компанией решились создать гонку, посоревноваться. Так было? Да, мы посмотрели, которые происходят на других странах. Думали, почему мы не делаем. У нас такие шикарные города. И горы есть. И возможностей очень много. И условия. И сервис. И с людьми, которые в мэр города, губернатором получили разрешение. Они говорят, поехали. А правда, что у вас в мэр города сам мотоциклист и ездит? Нет. Любит, но не ездит. Любит, но не ездит. Больше смотреть любит. А семьях? Он политик? Он сейчас, да, депутат по Кемере. Можно сказать... Помощник мэр города, могу сказать. А, да? То есть с такими высокими людьми сейчас находимся? Да. Ладно, расскажите, пожалуйста, про идеи гонки. Потому что некоторые зрители могут быть... Ну, просто не знают. Все едут по одному треку. А сколько можешь дальше? Допустим, у нас примерно 70 километров, да, гонка? Всего? Всего. Нет, это последний день. Сколько дней гонка? У нас... Давайте сначала. Да, да, да. У нас 4 дня. Так. Гонка 4 дня. Первый день. Это... Это... Тусовка. Первый день про лог. Пилажная гонка. То есть beach race мы их называем. Это про лог читается. Второй день. Это forest race. Да. Это приблизительно 40-45 километров. Третий день. Sky race. Почему мы их называем, его называем sky race? Потому что гонка происходит выше, чем полтора тысячи метров. И начало там. То есть вы будете себя чувствовать, как будто в Марсе. Там дерева нету. Открыто. Страшно? Не страшно. Очень золо. В этом году мы скоро будем поставить. Подожди, подожди. В этом году я знаю, что мы с тобой отдельно поговорим. Я знаю, что вы приготовили такие сюрпризы, от которых, когда ты рассказываешь, у меня даже немножко мурашки по коже. Прошу прощения, спортсмены, что прерываю это видео. Дело в том, что у меня для вас очень важная информация. Сам недавно столкнулся с тем, что искал магазин, куда можно приехать и подобрать себе колени, чтобы присутствовали все бренды. Чтобы померить, посмотреть, покрутить их в руках. И я нашел такой магазин. Это ребята из Moto85. У парней есть огромнейший выбор экипировки. Топовый, не топовый. Под твой уровень катания. Например, мотоботы сейчас справа от меня. Абсолютно всех размеров ты можешь подобрать все, что угодно. Рюкзаки, шлема, компания Элит, Just One, Гаерны. Да просто это бесконечно можно. Огромный, удобный магазин. Хороший сайт. Быстрая доставка. Большой выбор товара. Скидки по промокоду в Севендуро. И подарочки для каждого покупателя, кто скажет, что вы из Севендуро. Ребята, продолжайте смотреть видео, а я дальше подбирать себе колени. Третий день это Марс. Третий день это Марс, можно сказать. А до этого, до прошлого года, был это каньон рейс. Каньон по каньоне катались. Но мы думали, давайте поменяем уже, чтобы больше интереснее. Марс почему называется? Потому что там похоже на Марс. Очень похоже. Очень похоже на Марс. И в этом году уже годы Марса, они уже там, в Марсе. Вот это, да? Вот это сзади, вон, видишь? Ага. Как красная планета, действительно. Ага. Четвертый день. Четвертый день это основная гонка маунтан рейс. То есть этот день мы начинаем с моря до неба. Это получается около 70 километров. Я забегаю вперед. Нам удалось проехаться буквально, может быть, километров... Сколько? Девять, по-моему, да, мы проехали? Девять-десять. Да, девять-десять мы проехали. Значит, и вот... За весь день. Да, за весь день. Чтобы вы понимали, мы в десять часов выехали и приехали где-то в шесть. И я вам должен сказать, что треки созданы таким образом, что держат тебя в напряжении вообще. То есть вот, например, все десять километров это был подъем. Все десять километров. И постоянно вот такая вот история. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, понятно. Думаешь, Крис Бердж смотрит нас? Да, смотрите, у нас веб-сайты ситуская.ком.тр, а там есть официальная компания, которая дает аренду мотоциклей. Мы поддерживаем их. Если какой-то случай будет, тогда вы можете звонить мне из нашего компания, потому что это наши партнеры. А другие, которые, это не наша проблема. Может он... Ваша не ваша, но я знаю, что ты все равно эти проблемы решаешь. Ну, решаем, конечно, как не решаем, потому что вы уже наши гости. Конечно, решаем. Но я не советую. Да. Я не советую. Как привезти мотоцикл из России сюда? Вот у нас в этом году представитель Камушкин. Камушкин. И здесь Камушкин. А давайте позовем его в студию. Как-то где-то рядом. Слушай, но есть же еще другие ребята, кроме Камушкин? Ну, официальный он. Но другие, которые мне звонят, как можем это перевести мотоцикл туда. А я вот сразу, пользуюсь моментом, могу оставить твой телефон внизу в описании видео, чтобы, если вдруг люди могли тебе позвонить. Конечно, конечно. Пожалуйста, звоните без вопросов. Только не ночи. И не пьяными. Поэтому не ночи. Короче, есть такая система. Атакарнет называется. Атакарнет – это компания, которая международная. Ты хочешь любой машина, мотоцикл или грузовик, неважно, короче, рабочая машина. Атакарнет – ты оформляешь свой мотоцикл туда, они тебе дают бумажки, ты пишешь свой номер мотоцикла. Ну, как называется, винный номер, например, и платить небольшую сумму, это как бы депозиты. Эта компания, получается, как бы гарантирует, что вы возвращаете обратно, то есть вернете. Все, понял. Да, это для этого. А мы еще, кто собирается приехать на машину, мы еще им отправляем официальное приглашение. И с этим приглашением вы покажете на таможне турецкой. Правильно я понимаю, что мы сейчас, полухой, загружаем, я загружаю свою бету. Вот, кстати, с запчастями у бета проблем здесь нет. Ну, нет, нет, у нас нет, на бете ехать можно. А я хускварну загружаю. Да, загружаешь хускварну. Значит, хускварни запчасти не нужны. Ну, она не ломается. Она не ломается. Значит, загружаем в наш грузовик, автобус, и едем к вам через Грузию, например. Через Грузию, это самое удобное. Да, кстати, границу-то в Грузии уже открыли. Проезжаем, но предварительно оформляем вот этот Атаккорнет, да, и получаем от тебя приглашение. И все, больше ничего не надо. Титускай, это гонка четыре дня, и каждый день разный трек, разный формат. От эндуро-стадиона фактически, да, вот, до пляжной гонки, лес, потом горы с ее хардовыми камнями, перестановками и так далее. Вопрос. Как подготовиться к этой гонке? Как понять, что ты уже готов? Может ли новичок в ней участвовать? Великая красно-синяя Бетта и не менее великий Васильчик. Как дела? Хорошо, вон везут. У меня один самый большой совет для всех райдеров, кроме прорайдера, наша гонка не тяжелая. Ну, наша гонка, как сказать, нужна стамина, то есть стабильность, выносливость, выносливость. У нас нет, что, который невозможно, например, поднимать или спускаться, как в других гонках бывает уже. Ага, я за ним. Допустим... На Романьяксе, например, ну и последний этот, есть, да? Ну, туда, блин, почти невозможно поднимать. Или в Эрсберге, Гринхилд, это зеленые горы, называется. Артем едет и говорит, хорошо, что меня бабушка сейчас не видит. А нам обещали асфальт. Сказали, сейчас чуть-чуть проедем и там асфальт начнется. Ну, что ты думаешь, бабушка была бы недовольна там? Бабушка, я думаю, вас прибило бы, если бы увидела, где мы лазим. Это реально, там такой отвес. Невозможно туда поднимать любительских райдеров. А у нас нет такого. У нас просто тяжелые, то есть, сильно хватает. Ага. Я вам советую, чтобы физической подготовки. Фитнес? Фитнес. 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 Я самый яркий представитель фитнеса. Кириллу все равно отправляем к Кириллу. Кириллу отправляем. По бревнам, по покрышкам. Ну, в прологе можно сказать, в котором в пляже находится песок, естественно. Там есть камень, там есть дерево, там есть, как бы, с Парендура похож. Тогда отсюда вопрос. какая же резина должна быть для этой гонки? какая-то есть усредненная или нужно на каждый день свою ставить могу сказать разные резины значит нужно четыре разных резины ну в прошлом году грамм джарвис механик его даму даму он выбрал очень хорошую резину или грамм он выбирает он все другие прорайдеры поставили супер софт а грамм поставил мид софт когда на финише да я смотрел всех резины заднем кольцо грамма почти 70 процент резина еще и стоял от других прорайдера но использовал супер софта уже не был уже не 0 тоже а подожди а супер софта он же вообще работает не на фишечку работает на составе на составе до ну еще и конечно я смотрю ты какой райдер то есть некоторые есть фульгаз а некоторые спокойно как грамм он даже звук от мотора не слушаешь когда он еще понемножечку дозирует он не буксует поэтому если ты такой человек то есть постоянно откроешь тогда я советую мид софт а вот запчасти знаешь что у них здесь запчасти очень дорогие очень города и иногда наши гонщики на самолете везут с собой резину как эти челночники налога высокий у нас мотики дорогие машина дороги сколько стоит покрышечка одна мидсо на угла около 100 евро 100 125 здесь сейчас да что должно быть в внутри колеса это мусс это тюблис или тюблис мусс или какие-то толстые камеры что лучше я советую либо мусс либо мусс или тюблис не советую потому что у нас очень много камня если один сильный удар будет тюблис каюк каюк тюблис рвется то чем с поддержкой мотоциклов вот здесь технической стороны до какой-то механик есть можно нанять механика или нужно самому все ремонт есть у нас например свой есть тоже сервис ария еще некоторые компании тоже они дают сколько стоимость в среднем механик который будет все четыре дня около 400 евро 400 400 и тип каждый с каждого после гонка оставляешь мотик свой если хочешь что-то менять механики говоришь и он готовит твои мотик на следующий день то есть ты оставляешь все идешь отдыхать купаться загорать отдыхать зажигаться бухать чего хочешь слушай а вот уже готов как как был прорайдер как она делается участвует оставляет идиот отдыхать отдыхать Продолжение следует... 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 Самая главная особенность этой гонки, наверное, это то, что люди рады гонщикам, мотоциклистам. То есть вот у нас часто мы сталкиваемся с тем, что когда видят мотоциклиста, говорят, куда вы прете, вы сумасшедшие. А здесь наоборот, радуются и рады тому, что ты мотоциклист, они тебя встречают с гордостью и готовы тебе, ну, прям обнимать, с любовью какой-то. Да, вот расскажи нам про это. Действительно ли это так или нам показалось? Не, 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 в самом деле так, почему, почему, потому что, допустим, если 400 райдеров переезжают на гонку, да, а вместе с ним еще семья, друзья, то есть это получается более полтора тысячи людей переезжают на это недели, только для гонок, кроме туристов, а туристов уже полны в это время. И, конечно, они радуются, почему, это как бы, вот мы только что разговаривали, как бы, мотофестивал получается, поэтому город, атмосфера полностью меняется. Весь живет этой гонкой, весь город. Да, везде мотики, везде шоу. Короче, не скучно. Эта неделя вообще не скучно. Получается, Эрхан, что в середину октября будет теплая погода, будет теплое море, можно приехать с семьей, с детьми, и им здесь будет чем заняться, и они будут загорать. Вот, Ситускай, почему отличается в других гонках, в других гонках, например, не про организацию, но вообще, самому эту гонку, они бывают в горах, ты живешь, или палатка, либо, не знаю, кемпинг, какой-то, да, такие места остаешься, либо машина, я жил, кстати, в Эйсберге в неделе, но машина. Ну и как? Очень удобно. Можешь в любое время встать и уехать. Потому что нету места оставаться, нету, а у нас наоборот, у нас, например, 9 часов начинает гонка, 4 часа гонка, может, в твою очередь будет 10 начинать, допустим, до 2 часов максимально гонка идет, а потом ты свободен, свободен, отдыхай, перевести с тобой, бери с тобой друзья, семья, любовник, любовница, кому хочешь, перри с тобой. Любовника лучше не брать, на всякий случай. А почему? А если девочка-гонщик? А вот, кстати, девочки-гонщики. Девочка-гонщик, она же с любовником приедет. Да. А, подожди, расскажи, кто участвует из девочек в ваших манке? У нас из Южной Африки, этот Керстен Ленмен. Она... Это девчачья, да? Да. Она прорайдер. Серьезно? Да. Она каждый год поднимает до голда, получает голдовый медал. Она в прошлом году участвовала... Такая по фигуре ничего. Дакаре. Она Дакаре участвовала даже, да. А у нас тоже... С выносливостью все в порядке. А у нас тоже есть такая девочка, зовут ее Нифонтова. А как зовут Нифонтова? Настя, Настя, Настя. Анастасия. Анастасия. Анастасия, если вы нас смотрите... Привет. Приезжайте на Ситу Скай. Обязательно. Мы договоримся. У нас... У меня вопрос сразу же возник. Вот, посмотрите. Это официальное джерси Ситу Скай. Вот здесь написано Rixos. У вас что, такие серьезные... Это было 10-е годы. Это серьезно был Rixos. Он у вас был спонсором. Спонсором был, да. Да. А расскажите про ваших таких топовых спонсоров. Ну, например, там, Mercedes, McLaren, там, BMW, KTM, Husqvarna. Вот Husqvarna не обращает на вас внимания? Rolex, по-моему, у них, да? У нас, кстати, в этом году Garmin. Garmin? Garmin с нами будет. Так, часы официальные. Это чтобы не заблудиться на треках. То есть у вас будет официальный спонсор Garmin? Да. Ага. Здорово. И больших других компаний пока, пока мы только обсуждаем. Ну, расскажите, кстати, Эрхан, а нужно обязательно съехать с навигатором по треку? Нет. Нет, не обязательно. Ну, мы советуем это последний день и на Sky-рейсе. Почему? Бывает, что последний, например, до последний день, который Монтон-рейс, бывает, что после 8-го чекпоинта дым. Туман. Туман. Не дым, туман. Туман бывает. Облако. Да, облако. Спускайся, потому что уже две тысячи метров. Ну, редко, но бывает. А мы тогда советуем брить с тобой GPS. Ну, чтобы не заблудиться. А вообще, трек размечен. Бывает, что не видно больше, чем 10 метров. Поэтому советуем. А вообще, у нас почти каждый 20 метров лентучка или... Указатель. Указатель. То есть, у нас по этой теме очень удобно, все гонщики так говорят. И вот, все-таки, давай-ка вот классифицирую, потому что я так и не дождался ответа, какой должен быть уровень, чтобы участвовать в гонке. Вот у меня, например, китайский мотоцикл. Вот, я приехал с семьей сюда отдыхать к вам. Значит, у меня все включено. Увидел гонку ситускай на ютюбе в Севандура. И вот хочу. И хочу. Хочу. Вот могу, если я вообще никогда не участвую в гонках. Можешь. Ну, смотрите, тут очень важно ваш сел. Что? Получать удовольствие. Удовольствие или получать результат. Результат. Если вы знаете ваши силы, вы можете участвовать. Любой человек может участвовать в этом соревновании. Если ты новичка совсем, а если ты хочешь еще получать медали, это очень тяжело. Кстати, как получить медали? Каждый финишер у вас получает медаль. Мы в последние два года поменяли немного формат формата. Покажите нам медаль. Медаль. Финишера. Медаль финишера. Это медаль финишера. Бронза. Бронза. Целую. Ее можно получить, когда... Ну, как это получишь? Я вам скажу. Как? У нас четыре дня гонка. Первый день пляж, это пролог. Это все. Это убираем. Второй день. Форест рейс. Форест рейс вы должны... Это то, что просьба. Лесной день. Лесной день, да. На второй день. Вы должны подъехать до второго чекпоинта. До второго всего. Контуральная точка. Третий день. Скайрейс. То же самое. До второго чекпоинта. Не, рано, рано, рано. Третий день. Третий день до бронзовые ворота. Так. Это тоже два чекпоинта. Это пока не знаем. Два, три, четыре. Пока не знаем. Ну, там уже будет видно, что ворота. Бронза. Там написано будет. Поэтому мы рассказываем. Мы еще даем... И информация. Когда регистрируешь на гонках. И мы все информации, короче, даем. И каждый вечер у нас как бы брифинг еще. Да, да. И рассказываем. Поэтому вам... Вы не будете перепутать. Вот. С каждого два чекпоинта. Второй, третий, третий день. Четвертый день. Последний день. Получается до бронзового ворота. Для сребра. По четыре чекпоинта. Ага. Следует. Каждый день по четыре чекпоинта. И до серебряных ворот. И финальный день до серебряных ворот. И для голода вы должны с каждого гонка до конца. До финиша доезжать. И соответственно до золотых ворот. Второй день в лесу. Поехал пять чекпоинт. Третий день поехал три чекпоинта. А последний день ты поднимал до серебряного ворота. Ты получаешь только бронзу. Почему? Медаль финишера бронзы. Да. Почему? Потому что ты уже третий день не успел. Не поехал четыре чекпоинта. Ага. Все понял. Это очень важно. То есть получается, если ты в первый день не доехал до серебряных ворот. До финиша серебряных ворот. Проехал только бронзовые ворота. То на второй день уже нет смысла ехать до серебряных. Потому что ты не получишь бронзу финишера. Точнее серебро финишера. Ты получишь только бронзу. Да. И можно бороться только за бронзу. Правильно? Потому что это комплект. Да. Надо читать все вместе. Да. Все понятно. Ирхан, тогда расскажи, каким образом берется контрольная точка. Это что? Что нужно сделать для этого? Сфотографировать ее или какой-то чип дают? Что происходит? У нас в каждом моде есть чип. Чип. РФ-ИД. Электронный. Электронный. По номерам, под номером мы поставляем. Впереди и сбоку. И сбоку, правой стороны или левой стороны. Там не очень важно. Главное, чтобы впереди был один. Когда подъезжаешь к контрольной точке, тебя там встречает человек, да? Да, он читает секунду. Читал, поехал дальше. Даже практически не останавливаешь. У нас есть мануэль для контроля. А у нас, между прочим, в России тоже есть электронная система, разработанная саратовскими парнями. Миша. Миша, привет тебе, если ты нас смотришь, а ты должен нас смотреть. Или Николай, да. Но это одна вот такая у них тусовка. Слыхал от таких? Чего я не понял. Ребята, спасибо большое, что посмотрели рекламу. Я хочу напомнить, что мы находимся в гостях у организаторов, владельцев и создателей гонки Ситу Скай. И, знаете, разговаривать с такими людьми очень приятно. Атмосфера, которая вот сейчас здесь, на этой площадке, на этой съемочной, мы сейчас находимся в Кемере, она уникальна тем, что ты разговариваешь и общаешься с людьми, которые делают мировую историю в эндуро, что для нас, конечно, с тобой любителей, непрофессионалов, очень приятно. Ну, давай, продолжим. Ирхан, температура у моря плюс 30 градусов. Наверх, если поднимаешься, где-то плюс 17, плюс 15. В связи с этим вопрос, как одеваться на эту гонку? Как райдеру не замерзнуть или, наоборот, не получить тепловой удар? Что положить с собой в рюкзак? Нужна ли теплая кофта? Если вы уверены, что вы будете поднимать концепт, небо, тогда обязательно берите с собой хоть запасную футболку или дождовик, или пиджак. Или если у вас с кем-то, если вы с кем-то приехали, его надо отправить туда, на фаниклера. Даже так? Да. Они могут подождать вам на финише. Пиджак можно взять с собой, я возьму. Да, обязательно. Есть какой-то список, что обязательно должно быть в рюкзаке? Или ты можешь что-то рекомендовать? Вот когда, как в Румынии. Да, как в Румынии. Ракейниц там, вот это все. Свисток. Батончик. С сыром. С красной кровью. Берите с тобой. Дун-дур-му. Во-первых, телефон. Самое важное. Селегон? Обязательно берите с тобой. Зачем он? Фотографироваться? Конечно, что ты останавливаешься. Первый эфир. Нет, вдруг что-то случится. Хотя бы мы потом можем найти. Хотя у нас на чипе мы вас видим, вы где находитесь. А, да, серьезно? Да, мы все видим. То есть срезать невозможно? Да. Камушкину здесь неинтересно будет? Мы все видим, да. Ну, бывает, что сломал мотик или упал, или что-то какой-то травма. Точно камушкину неинтересно? Поэтому телефон берите с тобой обязательно. Яблоко, фрукты. Что-то перекус какой-то. Перекус, потому что у нас почти 7 часов. Гомка, особенно на последний день. Потому что это уже последний день, все уже до конца силы катает. И энергии не хватает. Или гели. Вот этот энергетический гели. Моторный амфор. И запчасти. Потому что, ну, тормоз, вспление. Рычаги, лапку КПМ. И с тобой берите вот этот инструмент, который. Тулс. Берите обязательно с тобой. Потом, что даже прорайдеры, бывает, может, увидели 3, вроде 3 года назад, Джарвис упал, сломал свои спления. Рычаги. Рычаги. Да. Он скотчем, крутил, крутил и поехал до конца и выиграл соревнования. О, на этом. То есть, все-таки, правду говорят, что если вы что-то не можете починить скотчем, то вы используете мало скотча. Да. У нас есть врач, который тоже катает эндуро. Он может приехать на мотоцикле? Да. У нас тоже такой есть. Ничего себе. Вправить, например, плечо, если да. Да. Доктор, значит, доктор. Привет. Привет, доктор. Привет, доктор. Он хорошо катает, он постоянно туда-сюда, короче, у нас еще каждый чекпоинт, то есть, у нас мы как контролируем, так могу. Хочу объяснить. Ты пришел первый чекпоинт, потом уже второй. Между этим, сколько человек остались. Я, например, последний день сижу на радио, слушаю. Или он? На рации. На рации, да. На рации. Сколько человек финишировал? Перешел на первое, до второго сколько успел. Допустим, сто человек пришел на первое, а до второго уже 70, а где 330, да? Мы потом начинаем искать. Искать. И отправляем наши люди туда, чтобы они смотрели. Наоборот, с второго начинает до первого. Если что-то случилось с ними или нет. Если что, помогают наши работники. И они нам говорят, все нормально, никаких травм. Не это просто моторстикл сломал. Если моторстик сломал, мы ее оставляем там до конца гонка. Не вытаскиваете его? Нет, пока. Если с ним случилось что-то срочно, тогда позовем свой врач туда. Если прям очень срочно, тогда вертолет даже есть. А вообще бывали такие случаи, когда вот прям совсем все плохо? Нет. Ну, был сломан, руки, ноги, такие вещи были. Ну, прям очень срочно. Эвакуация вертолета еще не нужна была? Нет, ни разу. В 2012 или 2013 году, короче, один случай был. Финишировали гонку. Это уже потом начал очень сильный ветер. Фаниклёр не смог работать. И люди, которые финишировали, ночевался там, наверху. Даже русский был один там. Сейчас просто не помню. Может, он помнит? Может, он пишет? Напиши. В комментариях напиши. Это было я. Ну, бывают такие. Ну, такие сильные случаи не было. А куда дальше-то ехать? Вот прямо вот. Ирхан, мне очень понравился вот этот формат, когда не нужно выбирать класс. У нас, знаешь, в России есть проблема, что люди из уровня харда, которые едут такие спортсмены, заявляются в низший класс, да? Здесь же, ну, для того, чтобы выиграть там медали и так далее, или наоборот, кто-то не знает и заявляется в высший класс, а ему бы пониже. Здесь получается, что ты заявляешься на гонку, и во время гонки ты понимаешь, до какого класса ты сам себя определяешь своим скиллом, своей выносливостью. Какого ты класса? Бронза, серебро или золото, да? Да, это очень хорошо для райдера, потому что одни тоже трассы катают прорайдеры. Да, то есть ты едешь с ним по этой же трассе и понимаешь, докуда ты можешь доехать. Но вопрос в следующем. Класс ветеран, может быть, у вас есть? У нас вообще нету класса. Нету, то есть если тебе 45, как Грэму Джервису. Девушка, ветераны, молодые, неважно, все одни тоже. Кстати, со скольки лет можно участвовать? У нас участвовал даже 15-летний. А, слушай, а у нас, между прочим, не разрешается участвовать только с 18 лет? Нет, у нас нет проблем. То есть если у него родители дают разрешение, мы брем, но он пишет нас, что... Что он берет ответственность на себя? Да, тогда без проблем. А страховка вообще какая-то нужна, когда в этот момент участвует? У нас в соревновании есть свой страховка. Ну, например, ты упал, сломал что-то, вы должны делать свой страховка. Кстати, для русских, может это как бы реклама будет, но Инго Страх, компания Инго Страх, делает спортивная страховка. Да. Для мотоцикла именно. Вы даже можете тут, в Турции. Застраховать? Страховать. Свой мотоцикл? Нет, себе. Себя, жизнь, жизнь, здоровье. Грэм. Грэм, Грэм. О, Грэм. Вспомнил о Грэмми. Думаю о Грэмми Жарвисе. Смотрю на тебя и думаю о Грэмми. Похоже очень. Бейсболка. Футболка. Футболка. Шапка. 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 Эрхан, у тебя есть процент людей, которые доезжают до голда, до серебра, до бронзы и кто не может финишировать вообще? Есть. Озвучи. Ну, это меняется каждый год. Каждый год у нас разный процент, если честно. Потому что каждый год мы меняем трассы. Допустим. Но каждый год вы ее усложняете, поэтому каждый год процент должен... Не могу сказать, мы усложняем. В прошлом году, например, был очень легко. Почти... Все доехали. Не все, но почти... 40% поднял даже в голда. О, это много. Это много было. Ну, вообще должна была 10%. Вы всегда стараетесь сделать так, чтобы 10% доехало до голда, остальные не доехали, 90%. Чтобы больше интересного... Это тогда очень сложная гонка. 10% это же фактически только топ райдеры мира. Вот эти десятка или там 20 человек и все. Ну, да. 20-25. Максимально 30 человек с 400. Все. Больше не надо. Слушай, Ирхан, а правда, что топ райдеры живут в разных отелях и они как бы стараются немножко друг с другом даже вот... Не контактировать. Не контактировать между собой? Ну, типа они вот разные, из разных конюшен. Мы это сами им поселим таких. То есть из каждой команды разные отели. Зачем? Чтобы они не ссорились или что? Нет, если честно, у них нет проблем между собой. Я не видел особо. Но так получается. Слушай, а вот команда Шерка. Вот у нас, например, большие проблемы с Шеркой купить ее в России. Правда, что это совершенно небольшая компания, которая привозит чуть ли не на Газели свои мотоциклы? В отличие от, например, Хускварны, которые приезжают целые грузовики. Ну, конечно. Когда сравниваешь у них бюджет, конечно, другие. То есть Хускварна, КАТМ, они большие компании. А Шерку, я не говорю про мотоцикл, про компания. Мотоцикл отлично. Я ничего не говорю. Компания, у них свои бюджеты. То есть... Один очень большой холдинг, а второй... Да, да, да. Но я вот к чему хочу тебе сказать. Я к тому, что... Оп, миндаль упала. Значит, я хочу сказать вот что. Типа, райдер компании Хускварна живет в 8-звездочном отеле с золотым унитазом. А Шерка, значит, где-то там... В автобусе. В автобусе. Нет, нет, у нас не так. Они все... Отели, может, разные, но уровень все одинаково. А, вот так. Вот так. Слушай, а вообще вот, например, такие ребята, как заводы, они выходят с вами на связь? Ну вот, например, знаешь, есть же гонка 6-day, да? И там это гонка производителей заводов, да? То есть там Хускварна, КТМ, они бьются, не райдеры бьются, а заводы на выносливость своей техники. А вот, например, компания Бетта присылает свои мотоциклы и говорит, типа, мы хотим, чтобы вот гонка Ситу Скай проходила в красном цвете. Мы тоже хотим. Ну, они не дают. Не дают, да? Мы хотим, мы открыто. Любая компания может у нас спонсорить. И АВАНТИС, например, может быть китайский? Даже. Не обязательно же быть генеральным спонсором? Без проблем. Ага. Неважно, мотик. Любая машина, велосипед, не знаю. Любая компания может оставаться на нашем спонсорах. Насчет спонсоров. Палух, извини, а вот у меня крайний такой вопрос про спонсорство. Какой бюджет спонсорства может быть? Спонсорство, начиная с 3000 евро. А, то есть за 3000 евро я могу разместить свой логотип? Да, 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 да. И до, не знаю, 300. А куда дальше-то ехать? На вашу гонку приезжает большое количество, помимо того, что райдеров и интересных людей, но еще и механики райдеров, извините меня, где можно получить вот эти навыки, которые знают только они. Ведь они же factory, да? То есть это заводские механики, которые точно знают, что у Husqvarna не задирается поршень. Мы это уже выяснили. У нее проблемы с этим не существует. Вообще она не ломается. Да, она не ломается, да. Грэм Джарвис нам об этом сообщил. А то, что если сломалась, это знаешь, как у владельцев беты. Если бета сломалась, это ты сам виноват. Плохо обслужил. Это ты ее плохо обслужил просто. Так вот. Или часто заводил мотоцикл. Часто заводил. Так вот, механики, которые находятся в поддоках. Например, механик Грэм Джарвиса. Может быть сделать какой-то мастер-класс от него. Или к нему можно прийти пообщаться, зайти к нему в поддок. Ну, можно спокойно общаться с ним, подойди, спросить любой вопрос. Я думаю, не будет никаких проблем. Про мастер-класс, кстати, они время гонка очень сильно заняты. И очень, как бы... Нервно. Нервно. Почему все хочет, даже одной и той же компанией, например, Ли, механик Билли Болта. Адаму, механик Джарвиса. Даже они между собой... Соревняются. 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 Почему? Все хотят показать. Вот у меня мотики, ничего не было. Аааа. Что лучше всего они подготовили его. Да. И даже они, например, два года вроде назад, они участвовали. Был механик у этого, Колтон Хеккер, который американец. Джош. Приехал из Америки сюда. Да. Они участвовали на соревнованиях вместо с домов. Угу. Домов поднял, получил голд, а Джош не смог, он только серебро получил. Угу. То есть у них есть между собой. Да. Соревнования, да. Ничего себе. Слушай, ну а вот в этой фуре, которую они привозят, у них там правда 20 мотоциклов стоят? Что у них там? Ты был там внутри? Я был. Много раз. Ну, что там, расскажи. Ну, как сказать, запчестки, одни запчестки везде. Они могут собирать сразу весь комплект мотоциклов. Но обычно они один мотоцикл привезут с тобой, остальные все запчестки. А, да? Ничего такого. Да, да. Доступ вот в эти поддоки имеют все? Можно туда зайти кому угодно, зрителям? Зрителям не может. Только райдеров. Слушай, а вот из экипировки какие-то бренды представляют вообще гонки? Например, там, Лид, может быть, там, не знаю, Сиди, Айрах. Нет. То есть, подожди, но это же вообще их аудитория, в конце концов. То есть, это те, кто занимается запчастями, и те, кто занимается тюнингом, экипировкой. Почему они не способны? Спасибо. Почему вообще большие компании не являются вашими спонсорами? Это там, Husqvarna, KTM, B, Beta, Sherco. Вопрос давайте задаем директору. Да, давайте. Товарищ директор, отвечайте. В Турции это самый большой проблем, что уже 12 лет, сколько раз мы подходили к дистрибьюторам, вот это компания типа KTM, Beta, Husqvarna, Sherco, или вот это… Лид, CD, Fox. Они к нам вообще не подходили, то есть, не поддерживали наши гонки. Мы решили поехать в Италию, который, Эйкма, который мировые выставка, два раза ходили туда. Когда мы разговариваем, например, Airo, они говорят, у вас есть турецкий дистрибьютор. Идите к ним разговаривать. Идите к ним. Мы не знаем даже, что у вас такие соревнования, почему у вас не поддерживают. Как они не поддерживают вас? Когда мы говорим, дистрибьютор не хочет, он говорит, как не хочет. Мы хотим уже. То есть, вообще, очень, как сказать… Непонимание. Короче, стран много, а проблемы одни у всех всегда, что спонсоры не поддерживают подобные соревнования. Оп-оп-оп-ки. Камушки. Нехранники. Теперь самое интересное. А сколько стоит участие? И что входит в эту стоимость? До 1 апреля, то есть, вам осталось 4 дня, 590 евро регистрация. 600 евро. 600 евро на 90, что такое? Рублях это что? Ну, давай умножим. Получаем 54 тысячи рублей. Считаем бюджет гонки. 54 тысячи рублей. И что входит в эту сумму? В эту сумму ходит тур, тренировка… Два дня тура. Два дня тура. Тренировка с прорайдером. Да. Мастер-класс с прорайдером. И бензин во время гонки. Бензин во время гонки. Да. Ну, не начало, а то есть, во время гонки. Без пролога, то есть? Три дня без пролога? Да, без пролога, да. Допустим, ты в лесу катался уже 30 км, мы дополняем еще бензин. Потому что иногда не хватает 1 бак. Угу. И джерси. 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 Официальное джерси Синтускай входит в эту сумму. Потом… И все, гонка. Нет, 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 не все. Входит медаль финишера. Если вы финишировали, если смогли финишировать, то вам… Самое ценное входит. Дальше входит медицинская поддержка. Доктор приедет к вам, если случится что-то… А в стопате входит тусовка. Эвакуация входит, если мотоцикл ваш сломается, правильно? Ну, ты чего, все забыл. Разволновался. Мы уже привыкли, но не думаем, что это деньги, поэтому… Не умеет только работать сюда. 54 тысячи рублей стоит, значит, сама гонка. Да. Сколько стоит в момент гонки проживание? Смотри, какой уровень проживания… Обычно без понтовки. Обычно 5 звезд. Обычно 5 звезд начинает за человека на двух местах номера около 80 евро в день. Ага. То есть, двое… Это такой хороший… С завтраком. Не, он все включено. А, все включено. Все включено. Три раза питания? Четыре раза питания, да. Четыре раза. Так, подождите, я считаю, 690 плюс… Сколько дней надо заезжать? 7 дней. 7 дней. Значит, я считаю, 80 умножить на 7. У меня получается 560, а участие в гонке сколько? 600. Ну, то есть, еще 600, еще, еще 54 тысячи рублей. Итого, сто восемь тысяч рублей. Подождите, подождите. В эти деньги входит механик или механик отдельно? А, входит. Входит механик. То есть, отдельный плюс 400, не надо платить механику. Ну, короче, смотри, 1900… Ну, там резина… Мы сначала дает компания с новой резиной… А, а… И еще плюс одна резина. Плюс… Нет, новая резина дает сначала, а когда меняешь, это дополнительно получается. А, еще… Короче, 1900 евро, расходники пока не считаем. Не считаем. Ну, это такой, 1900 плюс 1160, правильно? Да. У меня получилось 3060 евро стоит участие с мотоциклом и проживанием… С четырехразовым питанием. Да, в отеле. Умножаем на 90… Умножаем на 90… 275 тысяч рублей. Ваша гонка сейчас стоит… Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Чтобы сейчас все услышали. Ваша гонка стоит, как китайский мотоцикл. Дорогой наш друг, товарищ и близкий нам человек по духу Данила Черняев. Мы дарим с вольной руки, потому что у нас есть такая возможность, тебе одно место в этом отеле. Поэтому теперь не ной и не говори, что тебя нигде не зовут, и ты нигде не участвуешь, и у тебя нет возможности. Теперь у тебя возможность есть. Давай-ка, дорогой мой друг, собирайся на Ситу Скай, собирай свой мотик, заталкивай к нам в машину и поехали участвовать на Ситу Скай. Ты знаешь, вы знаете про этого гонщика про нашу? Данила Черняев. Черняев? Знаком он, если я вижу, наверное, помню. Да, это такой совсем молодой парень, прям совсем молодой парень. Он, короче… Очень талантливый. Очень талантливый, да, очень талантливый. Очень выносливый и не имеет страха. Он, правда… Мы любим поддерживать таких людей. Каких гонщиков ты знаешь из России? Только про Камушкина не говори. Пожалуйста. Камушкин – гонщик. Как он? Слушай, а Камушкин говорит… В России говорит, что он гонщик. Он наш друг. Да. Хороший друг. Приезжай, когда хочешь. Останься у меня дома. Как он это делает? Камушкин – не знаю. Это Камушкин. Да. Леонов Давид. Леонов Давид, да. Маликов. Да. Ну нет, ну да. Потом Тагиров. Да. Да. Дмитрий. Дмитрий, да. Он, кстати, два года назад поднял, получил голд. Это, кстати, первый русский. Скажи о том, что я сейчас езжу на его мотоцикле. Да, кстати. Вон, он тоже катает, как ты теперь. Значит, это мотик. Да, это… Фокус. Демихов. Тимофей. Тимофей, да. Клетчатая, клетчатая такая. Желтая клетчатая. Тимофей, да. Потом есть… Давай, а с Украины парней знаешь? Да, с Украины Максим Котушенко, Алексей Добучин. Завороти. Завороти. Завороти мы знаем, да. Завороти, кстати, обещал нам настроить с тобой подвеску, знаешь? Он, правда, об этом не знает. Наконец-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Крам попробовал завороты… Подвеску. Подвеску. Понравилось? Очень понравилось. Серьезно? Да. Это очень серьезное заявление, между прочим. Да, да, да. Он спасибо тебе говорят. Официально не говорят, но он мне сказал. Ага. Кого-то из белорусских гонщиков знаешь? Белорусских не знаю. Это не знаешь. А из грузинских? Грузинских. Готи. Готи. Он приезжает. Они вообще… Просто… Мощные ребята. Слушай, ну а… Готи. 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 Тендуро. Наверное, в два раза больше, чем мы. Ну и, конечно же, люди, к которым можно всегда обратиться за помощью, если вдруг вы хотите попасть в Турцию. Ребята, не забывайте про лайки, комментарии, пересылать это видео. Всем хорошего настроения. И... Добро пожаловать на Situskay. там люди просто приезжают на машинах загорают ставят столы отдыхает очень красивая бухта конечно здесь прозрачная вода дно видно красота необычайная